Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой официальный канал. Меня зовут Светлана. И сегодня я вам хочу рассказать о своих готовых работах августа. У меня довольно-таки много готовых работ за август, целых 10. Из этих 10 у меня 4 работы. Это плечевые изделия и 6 это аксессуары. Результатом я, конечно, очень довольна. И изделия, на мой взгляд, довольно-таки удачные все, чему я очень-очень рада. Ну и давайте приступим. Я покажу вам каждое изделие более детально и расскажу о нем. Август у нас был довольно-таки жаркий. И в этот месяц, как бы, об осени мне не хотелось даже задумываться. И где-то больше половины августа я вязала летние изделия. Единственное, что у меня было начато, начал был джемпер шерстяной. Он у меня очень долго лежал. И, честно сказать, он меня напрягал по этому поводу. И я решила его тоже довязать. Потому что я прекрасно понимала, что если придут холода, мне уже его вязать не будет хотеться. Вот. Поэтому, как бы, шерстяной джемпер затесался сюда случайно. Так вот, значит, в прошлом месяце, в июле, я связала себе майку из смеси, пряжа из смесового состава, куда входил хлопок с вискозой. Где-то наполовину. Я уже не помню точно. Ну, приблизительно наполовину. Эта пряжа была семеновская нежность. У меня была связана майка лицевой гладью, которая мне очень понравилась и как сидит на мне. Несмотря на то, что полотно немножечко косило, но все равно меня это не смутило. И мне понравилось работать с этой пряжей. Я ранее работала с ней не спицами, а крючком. Крючком она меня немножко раздражала. Потому что, если берешь крупнее крючок, она какая-то сильно рыхлая получалась. Если брал крючок потоньше, она очень сильно расслаивалась, цеплялась. В общем, мне как-то она не очень зашла. А вот спицами мне очень понравилась. И под впечатлением этой работы я решила себе связать еще одну майку. У меня тоже была пряжа хлопок с вискозой 50 на 50, 410 метров. Только эта пряжа была турецкого производства, производитель Дива. Пряжа, я не знаю, как называется, там она как-то неявно была написана. Такой вот очень-очень шикарный фиолетовый цвет, который я просто обожаю. Из этой пряжи я вязала себе платье, которое, ну, не носила, потому что оно непрактично было. И плюс это был не мой фасон. Оно висело у меня три года. Потом я его распустила и решила переделать. Переделывала я сначала одно платье, я его делала-делала, оно мне не нравилось, отложила. А из остатков я решила связать себе майку, потому что я прекрасно понимала, что мне хватит пряжи на то платье, которое я переделывала до этого. То есть одна работа у меня делалась из этой пряжи, а остатки я решила пустить на майку. Я набрала петли, начала вязать, и я так увлеклась этим вязанием, потому что эта пряжа вязалась еще лучше, еще легче, еще приятнее, потому что здесь такая вискоза, она не блестящая, вот если можно посмотреть. Да, она имеет такой перламутровый блеск, но она не блестящая, вот как в нежности в Семеновской, такой стеклянный блеск. Ну, вискоза, она вся имеет такой вот стеклянный блеск. Я не в претензии, мне нравится этот блеск, мне нравится эта такая вот струящаяся, вот эта вискоза именно блестящая такая. А эта немножко другая, она матовая такая и бархатистая на ощупь. И как-то меня это так впечатлило, она такая какая-то необычная. И это так вязалось приятно, что я не хотела бросать эту пряжу. И, в общем, у меня получилось платье-майка. Вот такое вот. Это вперед, это спинка. Так, давайте я скажу, каким я инструментом вязала, а потом о деталях поговорим. Я вязала все платье на спицах, наверное, два с половиной. Вязала в круговую до пройм, потом разделила на вперед и спинку и связала по отдельности. Сшила здесь петля в петлю на плечах. Шовчик у меня, петля в петлю. Я не захотела делать грубые швы. Немножечко заворачивается. Я не обрабатывала горловину, вот как она у меня была связана, и проймы. Так вот они у меня и остались. Ну, не знаю, почему-то мне не захотелось утяжелять изделие, потому что все-таки обработка немножечко как... Ну, как? В принципе, обработка горловины и проймы, она завершает изделие. Но мне казалось, что вот это вот оно уже и так завершено. А если я буду чем-то обвязывать, там, к примеру, столбиками без накида, если крючком обрабатывать или айкордом, мне казалось, что изделие будет утяжелено. Ну, это мое мнение. И, в принципе, я не жалею, что я не обработала. Мне очень нравится эффект. Платье приталенное. Единственный его недостаток, на мой взгляд, сейчас я дальше еще дорассказываю, как я его вязала, это то, что я его коротковатым связала. То есть, если бы оно было длиннее сантиметров от 3 до 5, это был бы вообще идеальный вариант. Ну, и плюс это такая, ну, как бы вязаная вещь, довольно-таки просвечивается. То есть, не помешало бы надевать под это платье какую-то нижнюю хотя бы юбку. Пусть там вверху оно не сильно просвечивается, обтягивает. А вот юбка, когда идешь, силуэт фигуры очень сильно виден. Но я не расстраиваюсь. Это у меня платье будет или же летнее домашнее. Возможно, я внизу привяжу или пришью какое-то кружево такое неширокое, тоже какого-то фиолетового цвета, возможно, даже черного. Как-то я, ну, что уже, сентябрь месяц, что его носить. Вот, в общем, в принципе, я что-то с ним сделаю. Или же это будет идеальное пляжное платье. То есть, оно реально вот пляжное. Вот, ну, в принципе, изделием я очень довольна, несмотря на то, что... А почему короткое? Потому что это же вискоза, а все мы знаем, ну, вискоза с хлопком. Все равно, вискоза с хлопком, она немножечко вниз растягивается. Все мы это знаем. Несмотря на то, что как вязать, плотно, а не плотно, она все равно растягивается. И я, ну, подумала, что сантиметра на три растянется, будь то, что мне нужно. Но в этом изделии оно не растянулось. Ну, я не вижу в этом ничего прям такого сильно страшного. То есть, из положения выход можно найти. Значит, как я вязала? Я набрала набросовую нить. Вязала по кругу. По кругу, как я уже сказала, да? Набрала набросовую нить. Если я не ошибаюсь, 200 петель. Я уже давно вязала, как-то, ну, все-таки это было начало августа. Набросовую нить набрала то ли 200, то ли 210. Вот что-то в таком духе. Провязала 14 рядов. Потом соединила вот эти вот петли сбросовой нити и петли, которые вязала. По две вместе провязала. У меня получился вот такой вот подгинчик. Польги. Потом провязала определенный промежуток без убавок. На мой взгляд, вот я рассчитала, что это где-то у меня получилось вот до вот этого места. Вот промежуток до талии и вот до вот этого места снизу я вязала ровно. А потом на протяжении 15 сантиметров, ну, у меня здесь 18 получается, ну, я решила 15 сантиметров. На протяжении 15 сантиметров я сделала убавки. Каким образом я сделала убавки? Я полотно поделила на 6 частей. И вот делала убавки. Отметила петлю, то есть в 6 петель получается. И сделала убавки. Сколько я сделала убавок, я уже не помню. Ну, сейчас я посмотрю и скажу. 8 убавок я сделала. Как раз я вот до талии довязала. Потом от талии до проймы я провязала ровно. А нет, я сделала одну прибавку. Да, я сделала одну прибавку. Потому что было узковато на талии. Я сделала одну прибавку, провязала, ну, буквально сразу же там, после убавки. Через, наверное, рядов 15 я сделала прибавку. Потом довязала до уровня проймы. Разделила на 2 части. Связала вперед спинку. Оформила горловину, шила плечевые швы. Спрятала кончики и постирала. Получилось вот такое вот платьице. Мне оно, ну, действительно, очень нравится. Если бы чуть-чуть длиннее, было бы вообще замечательно. Так. Со спицы я сказала, а, расход. Расход на это платье у меня ушло 169 грамм. Это у меня тут шпаргалочка лежит. Я подхожу, смотрю. 169 грамм. То есть даже 200 грамм у меня не ушло. На 42 размер. Но платье по фигуре, да. То есть оно не широкое. Вот по окружности бедер, как у меня были, окружность бедер, столько я петель набрала. Без всяких там свобод облиганий, ничего. Ну, потому что эта вискоза, я подумала, она и так тянется, и так тянется. То есть, поэтому... И, в принципе, хорошо, что я не делала никаких вот прибавок, потому что, ну, было бы широко. Так, это одна готовая работа. Потом я так увлеклась вязанием этой пряжи. Ну, просто я... Ну, настолько я увлеклась ею. Не знаю, у меня такого редко бывает, чтобы пряжа так вот не зашла. И, значит, я вязала в мае. В совместном проекте я начинала это изделие. В совместном проекте с Анастасией Рынашко, который назывался «С понедельника я начну». Ну, я начинала себе платье фиолетовое. Мне ужасно не нравилась юбка. Плюс еще я сюда привязывала рукава. Рукава я потом отпорола, потому что они, ну, совсем сюда не шли. И меня смущала очень сильно юбка. Я не знала... Ну, как бы мне не нравилось. И я решила эту юбку переделать. Вот что у меня получилось. В принципе, тоже есть претензия, в общем-то, к этой юбке. Но все равно, то, что вот тут вот есть, мне это нравится намного больше. И вот здесь, между прочим, очень можно видеть, что вот здесь, это у меня как бы талия. Но за счет того, что здесь вискоза, эта талия где-то сантиметра внутри опустилась вниз. Ну, что поделать. В принципе, можно вставить спандекс, я так думала. И будет все хорошо. Значит, платье это по мотивам какого-то из платьев Ванессы Монторо. У нее есть платье, связанное полностью вот таким вот узором. Я тоже, ну, как бы, ну, решила связать себе тоже такое платье. Вязала, значит, я это платье крючком номер 3. Все та же пряжа. 410 метров на 100 грамм. Хлопок с вискозой 50 на 50. Вязала, значит, я в разных направлениях. Топ вязала снизу вверх. Юбку сверху вниз. Топ я решила вязать по кругу, но начала вязать. И я понимаю, что очень туго получается на талии. И я не пройду. Поэтому я топ решила связать сшивные. У меня тут есть швы боковые. Вот шовчик. Я связала спинку вперед, сшила. Плечевые швы сделала. А потом уже юбку прицепилась и вязала, ну, как бы, прицепилась к топу. И вязала вниз по кругу уже. Вот эти вот прибавки я сделала очень, ну, как бы, большие. И я их сделала только шесть. То есть по принципу того же платья. А надо было их сделать двенадцать. И не такие большие. Тогда бы была юбка по пышноте точно такая же. Но не вот такие вот грубые, ну, как выступы получаются. Оно, в принципе, вроде как и не сильно критично. Что-то типа складок. Но все равно вот эта вот, как раз вот эта вот штука, мне это вот не очень нравится. А так, в принципе, платьем я очень довольна. И длина, и все. Обвязала я вот таким вот волнистым. Волнистой обвязочкой. Пройму. И горловина тоже так же. Платье я довольна. Я его уже надевала. Единственное, конечно, вот это вот меня немножечко смущает. Но это не так себе. А смущает то, что все-таки уезжает талия. И она у меня находится вот не вот здесь, а где-то вот здесь. Вот настолько уезжает. И вот этот вот эффект, как бы я хотела сделать пышненькую юбочку. Эффект вот этой вот пышненькой юбочки немножечко так нивелируется. Но я, наверное, все-таки вставлю спандекс. И попробую еще спандексом. Если мне понравится, то так и будет. Ну, скорее всего, понравится. Ну, это уже, скорее всего, будет в следующем году. Потому что у нас на улице очень холодно. Так, сколько ушло на это платье? А на это платье у меня ушло 340 грамм. На 42 размер. Кстати, тоже я свободу облегания не делала на топе. Потому что, ну, во-первых, хлопок с вискозой. А во-вторых, этот узор крючком, он довольно-таки эластичный. Я побоялась, что будет большое. И, в принципе, хорошо, что я не сделала. А, еще я делала прибавки. То есть, у меня на талии меньше петель. А тут вот у меня прибавки уровня проймы. Вот. Тут вот можно хорошо увидеть по вот этим вот бороздочкам, которые формируют этот узор. Вот так. Платье им я тоже довольна. Мне оно нравится. Ну, попробую вставить спандекс. Я думаю, что все будет замечательно. Дальше. Я таки решила, Жеш, ну, что же этот, Жеш, джемпер лежит? Он у меня уже связан. Остались только рукава. Ну, что же он лежит? Его ж нужно довязать. Джемпер оверсайз, пестрый. Такой вот большой. Джемпер для меня. 42 размер. А седина, ну, чтобы не соврать, сантиметров 58, по-моему. Могу ошибаться. Я его давно уверена. Вот такой вот он, пестрый. Он еще с пайетками. Не знаю, видно тут, что он блестит или не видно. Пряжа с пайетками. Тоже джемпер с историей. Уже прошел влажно-тепловую обработку. Мне нравится, как он выглядит. Но мне кажется, вот еще будет раскрываться. То есть не до конца пряжа раскрылась. Вязала я этот джемпер из итальянской бобинной пряжи. Одна пряжа, тут стопроцентная шерсть. Вот это вот такая она морской волны. 700 метров на 100 грамм. Тут в одну ниточку она. И вторая пряжа, она такая вот серо-бежевая какая-то с пайеткой. Это пряжа. Тоже итальянская бобинная пряжа. В состав туда входил меринос, полиамид и пайетка. Вот это вот с пайеткой пряжа, я из нее вязала себе джемпер регланом. И очень удачно этот джемпер усадила. Он стал ну очень-очень-очень-очень маленьким. И очень-очень-очень плотным. Но так как здесь очень мелкая пайетка, она такая ну совсем меленькая. Мне она так нравится. И мне так жалко было выбрасывать этот джемпер. Но оставить я его естественно тоже не могла, потому что я в него даже не влазила. Настолько он был маленький. И у кого были такие вот... Ну это было совсем плачевно. Я решила его распустить. У меня получилось его распустить. Но пряжа конечно уже была очень такая пожеванная, некрасивая. И я понимала, что эту одну пряжу вязать ну никак. То есть нужно какой-то подмод или махер, или что-то такое, чтобы пушистость создать. Вот это вот проплешины, получается там такой вот полиамидный шнурочек, на котором надеты были пайеточки. И на него как бы шнурочек с мериносом как-то вот они так были переплетены. И вот этот вот меринос, он какой-то такой был очень пушистый. И он, ну, свалялся, скатался. И местами его даже не было. Было лысое. И вот эти вот проплешины нужно было чем-то забить. Или сильно чем-то шерстяным. Или таким вот пушистым, махеристым. Ну, пряжа там у меня лежала. И тут я как-то в интернете, в ютубе наткнулась на мастер-класс по вязанию вот такого вот громадного джемпера. Тоже смесью вот таких вот двух разных пёстых пряж. Там была серая и терракотовая пряжа смешанная. Но он был связан крючком. И я прямо загорелась и решила вязать крючком. Но провязала где-то... Спинку я начала вязать, где-то вот так столько и провязала. Я поняла, что у меня пряжи не хватит. На полностью такой вот огромный джемпер мне, ну, просто не хватит пряжи. И я решила связать спицами. Мне настолько это всё хотелось связать. Я решила связать спицами. Мне очень нравилась вот эта вот пестрота. И мне кажется, она мне так к лицу. Вот. И, значит, я начала вязать. Вязала я этот джемпер на спицах номер 6, чтобы он был такой, ну, лёгкий. Не кольчуга. Вот. И он действительно очень такой вот лёгкий, очень струящийся такой вот. Драпируется хорошо. Значит, на спицах номер 6 я вязала по кругу. Вязала по кругу на спицах номер 6. Резинку я вязала на спицах номер 5. Связала по кругу, расстелила на спинку вперёд. Связала просто ровную пройму. Ровную. Я даже не делала тут, по-моему, прибавок. Нет, сделала 3 прибавки. 2 прибавки. У меня немножко скошенная она. По самой пройме я вот тут вот сделала 2 прибавки. Тут вот даже видно вот по бороздкам. Потом сделала очень большой скос плеча. Горловина у меня, по-моему, 18 сантиметров. У меня горловина шириной, то есть не широкая. И, ну, с этой же стороны точно так же сшила плечевые швы. Оформила ложной кетлёвкой горловину. Захотелось мне. Связала резиночку на спицах номер 5 и отложила. И он у меня лежал. И я забыла, что я когда же обработку делала, я спицы номер 6. У меня съёмные спицы. Я спицы номер 6 скрутила, а накрутила номер 5. Я забыла. Я думала, что это номер 6. И начала вязать рукав. Связала рукав. Думаю, как-то плотность поменялась. Он более плотный получился у меня. Как-то плотность получилась. Думаю, вот что значит не вязать вовремя всё. Вот что значит откладывать на потом. Начала вязать второй рукав. Ну, вижу, ну совсем плотность поменялась. Думаю, что со мной случилось? Ну, а потом уже, когда я хотела... Что-то я хотела делать, я уже не помню. Резинку вязать, наверное. Да. На первом рукаве я уже придумала. На первом рукаве я хотела вязать резинку. Думаю, так, надо перекрутить спицы. И тут понимаю, что спицы не те. Что это не шестёрка, а пятёрка. Ну, естественно, я резинку на рукавах связала на спицах номер четыре с половиной. Ну, и этот рукав я решила вязать тоже на пятёрке. Думаю, ну не хочу я распускать рукав. Я не люблю рукава вязать. Вот, связала. И вот такой джемпер получился. Мне очень нравится, как он на мне сидит. Мне очень нравится его длина. Вот как раз, как я хочу. Довольна я этой работой. На джемпер, на этот, у меня ушло. Четыреста грамм. Ровно четыреста грамм пряжи. Вот представьте, такой вот большой, да? Четыреста грамм. Ну, лицевая гладь, да. Она много не берёт. Вот. Джемпером я просто очень довольна. Ну, конечно, то, что оверсанс большой, под верхнюю одежду, не очень сейчас. Так. И потом я закончила этот джемпер. И как-то мне так скучно стало. У меня был связан топ розовый. И состав, значит, там лён с акрилом. 75 или 70 процентов льна. Остальной акрил. Тоненькая такая пряжа. По-моему, 550 или 500, что-то 60 метров на 100 грамм. Этой пряжи было. Нет. На 50 грамм. Там 560 метров на 50 грамм. То есть больше 1000 метров в 100 граммах. И она у меня была... Эта кофточка связана в четыре нити. И ещё и крючком. Она была такая плотная. Я смотрела-смотрела на эту кофточку. Думаю, она мне раздражает. Я её распущу сейчас. Взяла-распустила. Потом эту нитку положила. Она у меня лежала. И я смотрю на неё и понимаю, что я хочу связать дочке платье. Прямо вот у меня при виде этой пряжи, прям вот в глазах возник образ платья. Прямо вот хочу такое платье и всё. Я взяла эту пряжу и начала вязать. И связала вот такое вот платье. На мой взгляд, очень милая платьица. И очень симпатичная. Да, вот здесь я хотела не ромбики. Я хотела тут цветочки. Но цветочки мне как-то я не нашла. Я видела их в Пинтересте. Я сохраняла это видео. Вернее, не видео, а схему. Но почему-то я не нашла. Нашла ромбики. Взяла ромбики. Ну, по-моему, получилось очень даже хорошо. Пряжа ушла вся, которая у меня была. У меня было её 300 грамм. Но я её вязала, распускала, вязала, распускала. Плюс ещё же там кусочки получились у этого джемпера. Вот. Обвязала я крючком. Тоже вот как у меня в фиолетовом платье крючковом. И плечики, и горловинку, и низ. Немножечко заворачивается, но совсем не очень много. Так, чуть-чуть. Значит, вязала я это платье на спицах. Так, спица номер 3. Я вязала вот так. Вязала я, значит, набрала набросовую нить. Вот здесь вот на поясе. Я побоялась, что если я наберу петли, то будет очень туго. Вот здесь. Не будет проходить нормально дочка. Это так вот. Я набрала набросовую нить и вязала по кругу до пройм. Потом разделила наперёд на спинку. Пройму оформила. Оформила горловинку. Ну, вперёд спинку, горловинку сшила. Опять же таки методом петля в петлю. Так, чтобы видно было. Но не видно. Вот здесь вот плечевой шок. Петля в петлю. А потом распустила вот эту бросовую нить. Набрала на спицы тоже номер 3 петли. Провязала где-то сантиметров 10. Юпочку я не расширяла. Я вот эти вот петли, которые были у меня, я их, получается, вязала, значит, первый ряд просто лицевыми, как установочный. А второй ряд я вязала одна лицевая, а следующие петли две лицевых. Опять одна лицевая, две лицевых. То есть увеличила где-то на одну треть от того, что было. Можно было увеличить сразу каждую петлю по две. Но у меня было пряжи маловато, и просто мне бы не хватило. Хотя я хотела очень пышную юбочку. Ну и так получилось очень даже забавно и симпатично. Потом я провязала где-то сантиметров 10-15 на спицах номер 3. Перешла на спицы номер 3,5, чтобы оно как бы пошире было немножечко и менее плотно. Все-таки же это юбка. Нужно, чтобы она драпировалась. А это еще и лен, он такой тяжеленький. Ну и внизу решила оформить вот тоже ромбиками. Обвязывала уже со всем кусочками пряжи. Так, ушло у меня на это платье 242 грамма. Ну, там кусочки ж у меня расходились. Вот такое вот платьице. Я тоже им очень-очень довольна. Оно получилось немножко больше, чем моя дочка. Дочке 8 лет, почти 9. 8 лет. И оно такое довольно-таки длинненькое получилось. То есть, как раз на следующий год то, что нужно. А я так расстраивалась, думаю, уже конец лета. А мне стукнуло в голову вязать это платье. Где же эта идея была раньше? Но вот так вот мне повезло, что я связала чуть больше платья. И я думаю, что в следующем году оно будет на нас очень-очень хорошо. И мы его еще поносим. Ну, платье прям такое нежное. Мне так нравится этот зефирный цвет. Вот такая вот у меня еще одна работа. Так, я сказала, спица сказала. Очень довольна я своим плечевыми изделиями. Ну, и теперь давайте об аксессуарах. Я связала 4 пары носков. Носки, вернее, даже не 4 пары. Я 3 пары связала и 1 носок. Потому что у меня один был готов. 2 пары уже в работе. Они уже выполняют свою функцию носков. Греют ноги сына и дочке. К сожалению, я их не покажу. Потому что они уже некрасивые. Значит, носки я вязала из распущенной пряжи. Пряжа Ализе Кашмира. 300 метров на 100 грамм. 100% шерсть. Я вязала на спицах номер 3. На носки, значит, ушло у меня. Я тут взяла шпаргалочку. Так, сейчас скажу. Так, носки. На носки, ага, я их даже не взвешивала. Да. Ну, где-то порядка 50-60 грамм на взрослые носки у меня ушло. Взрослые носки это 38-39 размер. У меня 38, у сына 39. Значит, 2 пары. Носки для меня. Но я отдала их сыну, потому что они немножечко больше получились. Ну, и на меня они тоже нормально. И носки для дочки. Носки для меня и для сына я вязала как раз из распущенной пряжи, про которую я говорила. А носки для дочки я вязала из смеси акрил. Я акрил пускала на резиночку. Ну, сейчас я покажу носки. Это вот остались носки методом Хеликс. Я вязала это как раз для сына. Я просто их хотела показать, потому что они такие забавные и симпатичные. Я сыну их не дала, дала свои поносить. А мои были вот такие мрачные и не очень. Распущенная пряжа, между прочим, после стирки расправилась. Она была такая пожеванная. Я это все показывала в своей аксессуарной неделе. Если интересно, более детально посмотреть о моих, так скажем, работах. Я рассказывала там. Значит, на вот эти носки ушло 58 грамм. Здесь вот Ализе Кашмира и такая вот пряжа полушерсти какая-то. Я не знаю, какая. Так, что же я хотела сказать-то? Ладно. Значит... А, вспомнила. Дочки, я вязала манжет вот этот вот, резиночка из акрила. Вот Ярна Арт стопу и мысок. Ну, то есть вот это вот все место я вязала из смеси Ализе Ланаголд Фай. Такого голубого цвета, яркого. Не знаю, какой цвет. У меня пряжа давно. И пух норки в одну ниточку без дополнительной нити. Для чего я это сделала, я не знаю. Но у меня вся квартира в пухе норки. Больше я... Я как бы не была в восторге от этой пряжи. Но теперь я... Нет, не буду я с ней больше общаться. Это... Это... Я не хочу ходить собирать. А представьте, так это ж носки. А джемпер дочки лежит. Я вязала из пухонокки. Я не знаю, как она будет носить. Так, ладно, не будем о плохом. Значит, две пары носков уже задействованы. То есть из Ализе Кашмира 100% 6. Они полностью все вот такие. Классическая пятка. Я вязала все носки с классической пяткой. И такой вот мысочек. Обычный. Я не знаю, как он называется. Когда делаются убавки с двух сторон. Вот я Хеликсом увлеклась. И сделала мы сок маленький коричневым цветом. Так, значит, они в работе. Я даже их вес не знаю. Я их не взвешивала. Я их связала, постирала. И очень резко похолодало. И сразу я их выдала для носки. Вот этот вот пара носков, значит, методом Хеликс. Мне... Я первые связала вот эти. Мне надоело вязать то, что они такие вот темные. Мне захотелось что-то веселенького. Но пряжи вот этой распущенной много. Я джемперсы на распустила. Ну, там много пряжи. Там было что-то больше 400 грамм пряжи. Вот. Ее уж нужно носки использовать. Вот. Я так вот разнообразила. Дальше. Вторые носки. Это странные носки. Я их так просто назвала. Почему странные? Потому что вот это вот большое. Вот это вот большой мысок большой. Резинка большая. Пятка нормальная. А стопа какая-то очень худенькая. Почему? Потому что здесь просто разные толщины пряжи. Инструмент спицы номер три. Я все носки вязала спицы номер три. Но у меня там просто довольно-таки толстая пряжа. А вот эта вот пряжа. Это 400 метров на 100 грамм. Это Madame Tricot Merino Gold 400. Классная пряжа, кстати. Вот эта Madame Tricot Merino Gold 400. Я не знаю, как 200. Потому что это есть еще 200. Но я не пробовала. А 400. Но она реально суперская. У нее очень ровная лицевая гладь. И я вязала сыну джемпер. Он его очень долго носил. Больше двух лет. Потом просто из него вырос. Теплый джемпер. Ну как, покалывает эта пряжа? Ну, я бы не сказала, что она сильно колючая. Вот если сравнивать с Alize Lana Gold, так Lana Gold колючая. Хотя что-то, что-то полушерсть. Ну, я имею в виду за Merino Gold. Там тоже что-то там около 50% шерсти. Я уже не помню, сколько именно. Вот такие вот носки. Это вот из Alize Alpaca Royal резиночкой мысок. А пяточка из украинской пряжи. 100% овечья шерсть. Пряжа называется Сибиряночка. Шерсть очень грубая. Но она очень стойкая к протиранию. Поэтому я ее в пятку запустила. Почему только в пятку? Потому что у меня эта пряжа очень малая. Я прям над ней прям дорожу. Хотя, в принципе, ее купить не проблема. Но мне хочется извязать остатки. Значит, это вот 4 пары носков получается. Ну, 3 пары и 1 носок, скажем так. И 2 шапки. Шапки сейчас покажу. Одна шапка это восполнение, так скажем, утраченного. Это шапочка-кошечка для дочки. Вязала резинку, значит, вязала из пряжи. Какой, сразу скажу. Из пряжи Yarn Art Silky Wool. Там 65% шерсть, 35% искусственный шелк. Тоненькая очень ниточка. 25-граммовый моток, 190 метров, по-моему, нитка. Я вязала в 2 сложения. Резинку я вязала на спицах номер 2. А само полотно на спицах номер 2,5. Можете посмотреть, какое вот полотно. Замечательное вообще. Так драпируется. То есть, я это к чему? К тому, что валантины, бактусы. Это будет супер-супер. Даже вот в звените. Очень плотно связано. Вот смотрите, как драпируется. К тому же пряжа, ну вот для меня, я очень чувствительна. Она имеет такой раздражающий эффект. Ну, чтобы прям кусалась, такого нету. Ну да, раздражающий эффект есть. Но я уверена, что если ее надеть и выйти на улицу, это вообще не будет ощущаться. В принципе, можно даже детям вязать. Такая вот шапочка. На эту шапочку у меня ушло... Так, сейчас посмотрю свою шпаргалку. Что-то... Вот. Вот, вот, вот. 34 грамма. Я помню, что что-то чуть больше 30 грамм. 34 грамма. На окружность головы 52-53. Возраст 8 лет. Шапка высотой вот до вот этого вот места, снизу до вот этого вот места, получилась 21 сантиметр. Довольно-таки высокая шапочка. Но ушки торчат. Несмотря на то, что она очень легко драпируется, ушки торчат. Почему восполнение? Потому что у меня была точно такая же шапка связана. Вернее, у меня, у дочки, я вязала. И я ее куда-то посадила в стиральной машине. Она очень маленькая стала, очень плотная. Даже петель не видно было вот. Настолько она сбилась. Ну, так бывает. Поэтому я восполняла утраченное. И вторая шапка. Это шапка для мужа. Из итальянской бобинной пряжи. Зегна Баруфа. 100% переносовая шерсть. Пряжа называется Супер Джелонг. Она вот такая пушистая. Это уже после влажно-тепловой обработки. Такая вот пушистенькая. Значит, там метраж. Одна ниточка. 1500 метров на 100 грамм. Я эту пряжу складывала в 6 ниточек. И вязала на спицах номер 3,5, по-моему. У меня прям вылетело из головы. По-моему, 3,5, не 4, нет. Или 4. 3,5. Ушло на эту шапку 47 грамм. На окружность головы 60. Пряжа, кстати, резинку не держит. Это вот еще как-то вот оно устаточное. Она полежит. Она еще будет более такая пушистая. И резинку держать вообще не будет. То есть, в принципе, вот такая вот шапка. Довольно-таки. Вот круглая макушка. Вот она лежала, как-то так странно себя ведет. Вот такая вот круглая макушка. Шапка короткая. То есть, муж не любит шапки, которые доходят до вот этого места. Он любит, чтобы вот такие вот шапки были. То есть, вот так вот он ее надевает. 20 сантиметров она у него в высоту получилась. Ну, просто спортивная мужская шапка. Ничего такого особенного. Вязала, значит, узором. Три лицевые, одна изнаночная. Вся шапка, а уже макушку я перешла на закрытие. Круглые макушки там уже лицевые. Да что ж такое, не могу показать-то. Вот. Ну, тут еще не до конца петли раскрылись. После стирки. Я вручную так чуть-чуть постирала. После второй-третьей стирки она уже будет такая совсем плотная-плотная. И когда связала, мужу дала, говорю, по мере, он такой, а почему она такая мягкая? У меня просто это уже опять же таки восполнение. Предыдущая, вот эта пряжа, когда лежит, она усыхает. Она становится все меньше, меньше, меньше и плотнее, плотнее. И вот та шапка, которую я выбросила, она уже была как колпачок. И, ну, там вообще не было понятно, что это вязаное. То есть настолько плотное полотно, что прям, ну, вообще петель, ничего не было видно. Вот монолит. И он такой, почему это такая мягкая? Та была такая твердая. Я говорю, потому что это новое. Ну, а на этом готовые работы августа у меня уже закончились. Я все, что хотела, вам рассказала. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что следующий месяц будет у меня такой же продуктивный, чего и вам я тоже желаю. Мало того, что продуктивности, так еще и качественности. То есть те изделия, которые вы связали, чтобы вам очень сильно нравились и приносили удовольствие. И мы их носили с большим-большим удовольствием. Ну, а с вами мы увидимся в следующем видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.